Всем привет, с вами я Элис. Я очень рада, что вы перешли на вторую часть распаковки посылок из Франции. Если вы не смотрели первую распаковку, то ссылочку на видео я оставлю в описании и всех вас там жду. А сегодня, как я и обещала, мы с вами распакуем вторую посылку, которая пришла нам от девушки с таким же именем, как и я, Алисой. А ты подписывайся на мой канал, и почему я с ножом? Я очень опасная. Подписывайтесь на мой канал, активируйте колокольчик, и не забывайте про мои социальные сети для общения. Звучало это очень угрожающе, но поверьте, я вас безумно люблю. Достаем мы коробку. Вы не поверите, какие же мне усилия сейчас пришлось сделать, чтобы наконец-то ее достать. Давайте ее вскрывать. Она безумно большая, и мне очень интересно узнать, что находится внутри. Между прочим, для меня это тоже большой сюрприз, что находится внутри, поскольку я совершенно не знаю, что там лежит. Но я полагаю, что основная часть будет для вас, то есть для магазина безвикс.ком. Вряд ли там что-то для меня. Все, я не буду вас томить, открываю. Хм, мне хочется вскрываться, слушайте. Я уже вижу куколу. Па-бам! Мне приятно, когда ты совершенно не знаешь, что находится в коробке. Прямо сразу такой мандраж по всему телу. Совершенно не понимаешь, чего тебе ожидать. Итак, опа-на! Первая кукла это Рахель Гойл из коллекции Скориш. И когда я на нее только что посмотрела, я сразу увидела один маленький недочет, который надо будет обязательно исправить. Резинка, видимо, сжухла со временем, и она просто порвалась. Поэтому волосы у Рашельки распущены, бедняжка. Ей, мне кажется, очень идут распущенные волосы. Как вот у базовой, например. Поэтому это даже очень круто. Повезло тому, у кого будет эта кукла. Пуф! Так, хорошо, смотрим дальше. Та-дам! И следующее это Клавди Вульф из коллекции Фрейд с Кемерой Экшн. Страх Камера Мотор. Очень часто лежала в русских магазинах. Но потом ее сейчас купили, и она стала достаточно, ну не сказать, что редкой, не сказать, что эксклюзивной. А просто куклы, которые стоит поискать, если вы хотите ее себе приобрести. Она европейской версии, как и остальные гуклы в этой посылке. Потому что они прибыли ко мне из Франции, собственно, где я сейчас и нахожусь. Та-дам! Следующая кукла это тоже Рошель Гойл. Но на этот раз из коллекции Гулс Найталт. Три года назад я снимала распаковку на эту куклу. Боже мой, как же быстро летит время. Кстати, если вы видели эту распаковку, пишите в комментарии. Давайте пообсуждаем это с вами вместе. Если вы видели распаковку на Рошель, то наверняка вы со мной уже приблизительно три года. И это очень круто. Пуф! Я колдун? Да, конечно. Я просто вижу уже по задней части, какая там куколка. И это Катрин де Мяу из коллекции Глум энд Блум. Мало кто знает, но Катрин де Мяу из данной коллекции это одна из моих любимых куколок в линейке Монстер Хай. Мне кажется, она безумно милая. Все зависит от печати глаз. С этой куколкой никаких совершенно проблем нет. Ууу, давайте с вами перейдем вот к этой стороне. И я вижу очень уж редкую куклу. Это Клодин Вульф из коллекции Хэллоуин. 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 Не могу выговорить. Хэллоуин. Хэллоуин. Кстати, подписывайтесь на него. Ссылочка будет в описании. То в курсе, какие вещи я обычно ношу. Удивительно, что у меня сейчас не мех. Тем не менее, у меня есть эта любовь к меху. Но почему-то кукла мне не совсем-таки симпатична. Она милая, да? Клодин Вульф из этой коллекции. Но она не так запала в ней душу. Не смотря даже на свои суперские аксессуары и одежду. Ммм, а следующая кукла, она тоже из коллекции Гулс Рул. Да, я решила это отделить, потому что так звучит намного лучше, чем Гулс Рул. Та-дам. Это Клео Даниил. Вы думаете, почему я так долго на нее смотрела? Просто я хотела убедиться, что с ее макияжем и печатью глаз все идеально. И так оно и есть. Поэтому эта красотка, я уверена, будет ждать своего счастливого обладателя. Или счастливый обладатель будет ждать такую красотку. Что же еще дает эта коробка? Давайте с вами посмотрим. В прошлом видео мы достали с вами серию фон Бу из коллекции Фрики Фьюжн. И сейчас пришла еще одна куколка. И это Клео и Лей. Всеми обожаемый гибрид. В этом персонаже сочетаются два наиболее распространенных и, наверное, стервозных кукол Монстер Хай. Клео Даниил, ну и, само собой, кошка Торелли Страйп. Кукол уже собралось огромное количество, но это еще не конец данной посылки. Она хранит в себе очень много тайн и секретов. Следующая кукла это Кэти Нуар из коллекции Скар Местер. Новый семестр. Вот такая вот красотка. Боже мой, она реально милая. Очень повезло, что она с очень хорошей печатью глаз. Я очень рада за человека, который получит эту куклу. Потому что это действительно безумно крутая. А еще в набор к ней идет, конечно же, сумочка и портфолио. И я, кажется, спряталась за коробкой. И пока. Ти-дин. На дне лежат еще одни куколки. И мы с вами достаем кошечку. И это Торли Страйп из коллекции Гул Спорт. Она у меня, кстати, появилась в открытом виде моей коллекции вообще недавно. Поэтому для меня эта куколка, можно считать, она как бы является такой новинкой. Хотя на самом деле, выпущена она была приблизительно в 2014 году. Барабанная дробь. Следующая. Это еще одна кошечка. Догадайтесь, кто же это может быть? Там самолет пролетает. Но это... Та-дэм! Катрин Демяу из коллекции Скориш. Скориш это вообще, кстати, первая коллекция, которая у меня появилась из кукол в Монстер Хай. Поэтому я очень ценю эту серию. Плюс к ним еще прилагаются чемоданы к основным куклам. Вы понимаете? Чемоданы! Это такая крутая детализация, что у меня просто не хватает слов. Вернее, их настолько много, что у меня просто не хватает валютного времени на моем канале, чтобы их просто, ну знаете, описать. Ставь лайк, подписывайся на мой канал и мои социальные сети, если тебе понравилось это видео. Также переходи на первую часть распаковки посылки из Франции. Ссылку на видео я оставлю в описании. Ну а также у нас осталась третья нераскрытая посылка. Обязательно активируй колокольчик, чтобы не пропустить это видео. Всех вас очень жду. На днях уже будет распаковка, поэтому не пропускайте. Всех вас безумно люблю и до новых встреч. Be cool and crazy. Пока-пока! Всем привет! С вами Элис. Зимой и летом я одним цветом. Сегодня я собрала вас, чтобы распаковать посылки. Как вы видите, их здесь три, и все они очень большие. Мне даже тяжело их поднять, хотя силен кто у меня есть. Подписывайтесь на мой канал и мои социальные сети, а также не забывайте активировать колокольчик, потому что у меня много всего интересного на моем канале. Если в том году вы вдруг не смотрели посылки из Америки и Европы, то обязательно это делайте как можно скорее. А сегодня нас ждет новая, неочередная куча кукол. Нож в моих руках, поэтому я готова открывать коробку. И, пожалуй, начнем с вот этой самой-самой большой. Меня очень много спрашивают людей, где я заказываю кукол. И, если честно, на эти вопросы я вам отвечала еще в том году. Если вы еще не знаете ответа, то смотрите эти видео. Открываем очень аккуратно. Куклы могут быть вообще на самом верху, чтобы не порезать коробки. Ой, не буду спойлерить. Я буду делать это безумно аккуратно. О, я уже вижу кукол. О, стопотов сошло. Так, мы уже можем приступать. И, надеюсь, вы не видите содержимое, потому что это секретик. Мне безумно интересно узнать, что же находится в этих коробках. То я сама не знаю. И заказывала не я. Мы вместе с вами будем узнавать что-то новое. И смотреть, какие же сюрпризы и тайны хранит эта коробка. Возможно, это кукла для моей коллекции. Но, в основном, я думаю, они заказаны для магазина Билли Вик с точком. То есть, для вас. И первая кукла, которую я достала, это Сломо Мортович из коллекции Голл Спирит. Несмотря на то, что это кукла европейского выпуска. А, как вы знаете, европейские отличаются от американских в худшую сторону. Этот мальчик пришел с идеальнейшей печатью глаз. Боже мой, интересно, кому же достанется такой красавчик. В любом случае, я позавидую этому человеку. Давайте пока положим его здесь. Я не знаю, как расположить кукол, потому что их тут очень много. Давайте достанем еще одну.